Вот в других местах видели его? Может быть еще в столовой. В столовой там трое-четверо постоянно сидели. В столовой, трое-четверо, да? В столовой там трое-четверо постоянно у окон сидели. У окон. А что они делали там у окон? Отстреливались. Отстреливались, да? Куда стреляли? Наружу. Наружу стреляли. В любую мещень, что двигалась на улице. И в первый, и во второй день, да? Все три дня. В любую мещень, вы говорите. Даже в один момент я вот в коридоре была, и они выстрелили. Второй день, когда стреляли из крупного какого-то оружия, они мне всегда говорили, закрой уши. Потому что у меня вот первый день, когда произошел вот этот взрыв, меня оглушило. Лариса Адзатевна, одну минуточку, подождите. Вот это вам говорили те, кто сидел в столовой? Они сказали, что закрой уши? В коридоре. В коридоре, да? В коридоре, которые были. В столовую. А вот давайте о столовой мы более подробно. В столовую я только один раз вот к ним подошла, и издалека крикнула, дайте мне в ведра или эти. Когда меня послали за пустыми этими бутылками, чтобы принести в зал, я вот тогда к ним обратилась, я говорю, у вас есть там что-нибудь или вёдра, или эти, бутылки дайте, говорю, мне оттуда дали бутылку и бедро. Значит, вёдра и бутылки просили, да? А можете сказать, кто дал вам? Нет, да? Вот вы говорите, трое было там в столовой, три боевика, да? Вот вы говорите, может быть, я там видела Кулаева. Я так не вспомню. Не вспомните? Ну, я же говорю, мне всё как-то надо видеть. Нет, вот я вам перед этим задала вопрос, что где вы ещё в каких помещениях, вот кроме зала, возможно, видели его? И вы сказали, что может быть столовой. А так вот именно конкретно я не могу сказать. Именно конкретно не знаете. Скажите, пожалуйста, вот, знаете о том, что, ну, вы сказали, что это боевик вам сообщил, что 21 человек расстреляли мужчин, да? А вот вы сами слышали вот эти очереди, из какого оружия их расстреливали? Потому что постоянно перестрелка шла. Я даже в один момент была в коридоре, я говорю, в кого вы стреляете? Я говорю, в кого вы видите? Я так из щели в окно смотрю. Мне тогда полковник говорит, у него было снайперское оружие. Он мне говорит, вон, видишь, в этом корпусе, на пятом этаже, третье окно. Там, значит, лоджия закрытое, третье окно. Там, говорит, сидит снайпер. И он стал туда целиться. И три выстрела он туда сделал. Но я смотрела, но никого не видела. Потом в один момент они стали радоваться. Я говорю, они вот выстрелили из чего-то большого, да? Такого взорвался бы. Я говорю, Ира, стали радоваться. Я говорю, что вы радуетесь? Что, говорю, танк подбили? Мне говорят, нет, машину. Машину? Да. Гражданскую машину? Или какую? Или боевую? Нет, ни в кого машину. Гражданскую. Гражданскую. Но в какую машину? Так. Скажите, пожалуйста, ну, вот вы видели, что вы в зале, кто-то на камеру из боевиков снимал вот эту обстановку? Я первого очень долго сидела в коридоре. Первого я не видела. А вот второго, когда Аушев пришел, вот это все снимали на видеокамеру. То, что он пришел. Кто снимал? И кто-то из боевиков. Можете сказать, кто это снимал? Нет, я не смогу. Потому что, я же говорю, у меня они все как-то на одно лицо, что ли. Значит, кто-то снимал. Приход Аушева, да? Да. Потом зал сняли, и в последний момент сняли вот это взрывное устройство. И все, я не вышла себе. Значит, приход Аушева кто-то снимал. Можете сказать, Кулаев снимал или кто-то другой? Не знаете, да? Вам было известно, находясь там, что был убит учитель Канеги? Нет, да? А о том, что был учитель Михайлов убит? Это я после взрыва. После? После. После взрыва. Значит, вы, я поняла так, что вы... До взрыва там никого не убили. До взрыва, вот я же говорю, я зашла в зал, я с одного конца прошла до другого конца. Там никого не убили никто. Я поняла так, что вы были ранены. Потом, да. Ранены были? Да. Вы находились на излечении в больнице? Сколько времени вы находились? Так, в Ожогово. Сперва меня привезли в Ожоговый центр. Там у меня была минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, огнестрельное ранение правой голени, множественные оскольчатые ранения спины правой половины тела, тренический ожог спины правой половины тела второй степени, баротравма, разрыв барабанных перепонок. Сколько времени вы находились в больнице? Так, в Ожоговом центре я находилась с 3 по 16, потом я заставила... Это по 16 сентября? Сентября. Потом я заставила выписаться, потому что я боялась, я почему-то боялась, что придут боевики, я боялась этих дверей. И даже ночью, когда пол мыли, вот санитарки, я на животе лежала, я все равно не ползала и смотрела в коридор. Я постоянно боялась чего-то. Я сказала, что я ушла домой. Значит, с 3 по 16 в стационаре. Потом, значит, в Москве лежала в больнице гражданской авиации. Меня переправляют сюда-туда. С какого времени по какое? Это было в октябре-ноябре. Прооперировано вот в этой больнице. В октябре-ноябре? Да. Находились на излечении. С вашим сыном что случилось? С моим сыном, значит, у него мелкие ожоги спины, сенционевральная тугоухость и прогрессирующая миопия. Он находился в больнице? Нет, его отец забрал и амбулаторно, он сам делал уколы, сам лечил уже. Амбулаторно. Потому что в тот момент тоже говорили, что боевики прорвались, что они в больнице, и он испугался и забрал его домой. Он сам делает и внутривенные эти, и он сам делал амбулаторно. Вот пребыванием вас и вашего сына в заложниках какой вред вам причинен? Физический, моральный. Физический, моральный вред, да? Возмещение вреда вы вправе требовать денежную компенсацию с виновного лица. Вы сейчас желаете требования такие заявить о возмещении к виновному лицу, о взыскании в вашу пользу? Виновным. Сейчас пока... Нет, вы пока вопросов не задавайте. Вы можете, вернее, вы сейчас желаете заявить? У нас призыва виновным. Нет, да? К нему? Нет. Государству, да. Да. Я незащищенная в этом государстве. Понятно. Скажите, если Кулаева суд признает виновным в совершении преступлений, которые ему вменяются, ваше мнение о мере наказания его? Как посчитает суд? Суд вынесет ему приговора винов. Ну, это понятно. Но ваше мнение какое? Ну, смотрение сюда. Сюда? Смотрение сюда. Ну, она же по-другому говорит. Она сказала, как посчитает суд. Да, как посчитает суд. Нет вопросов. Скажите, пожалуйста, Вы вводили лекарство в вену раненую. Что это было за лекарство? Имеется в виду. Было где-то находит. Мне дали, значит, под две-три ампулы вот так скотчем перетянут. Я даже не могла этот скотч оторвать. Мне потом его ножом срезали. Такое чувство, что вот где-то одну ампулу они где-то нашли, где-то перехватили вот и вот скрутили. Там было две ампулы промедола и одна ампула мародола. В другом связке вот такой же скотчем связанное они мне говорят это кровоостанавливающая. Я про себя думаю, что они подразумевают кровоостанавливающие? А там бикассол и там зелат. Это тоже находит? Нет. Это просто в самом деле просто препараты. Потом я уходово видела в кармане. Я когда его перевязывала, я им тоже предложила давай я обезболю тебя. Он отказался. мне не надо. Вот у меня таблетки. Можно из этих таблеток я что-то попью. Мне не надо укол делать. и он достал из кармана аспирин и темполгин. Я говорю ну выпей две таблетки тогда темполгина. Потом у меня ребенок первый же день температурил в зале. Я к нему подошла и говорю дай пожалуйста мне одну таблетку аспирина. Я говорю я тебя в кармане видела. Он мне говорит нет иди в зал. Я зашла. Наркотические средства не принимали? Нет. я не видела. Мне просто полковник когда я в зале ходила по коридору мне говорит доктор ты видишь кого-нибудь из нас наркоманами этими а вот запомни мои слова что потом говорит нас назовут насильниками наркоманами а ты сама кого-нибудь видишь что кто-то колется я не вижу вот там три или четыре шприца то что выброшено то что я сделала я выбросила потом мне полковник еще сказал доктор если бы вы знали как мы сюда попали вы бы очень удивились я почему-то о границах подумала я приблизительно представляю что наши же вас провели через границу а он мне говорит я тебе не о границе говорю я тебе о школе говорю как мы в школу попали я так сделаю тогда ну как нибудь я тебе расскажу еще один вопрос брата Кулаева вы видели в школе ну я не знаю который брат без рук у него не было потому что вот эта часть у него была засунута вот этот рука был засунут здесь на них вот в зале на них значит вот эти пояса с такими кармашками потом здесь граната висит здесь граната висит ну что дело второе и какова была его роль я его потом уже не видела честно говоря я многих даже на третий день уже не видела я ходила допустим вот меня повели на второй этаж один раз два раза три раза я многих кого допустим видела первый день я многих уже не видела я не видела вот такой там первый день на ночлег пришел высокий такой красивый парень с длинными волосами черными но на нем просто обратил внимание что на нем одежда какая-то была не такая такое длинное что-то черное как поп или как что я я просто так даже смотрела я говорю вот от него такие красивые дети могут пойти почему он пришел сюда потом я его тоже больше я его ни разу ни второго ни третьего не видела не знаю когда он исчезли где он сидел у потерпевших есть вопросы называйтесь под и видела где-то в коридорах еще на что лежали ящики сутки большие с оружием пули на гранатомет вот в коридор когда меня только выверли там было много оружия много много я даже знаю откуда они взялись вот говорят что это в одной машине но столько я не знаю столько рюкзаков и столько оружия вряд ли в одной машине привезли там были вот как труба такой я видела были вот такие вот впереди с этим вот я просто в оружии не разбираюсь вот такие вот что это тоже длинная и в конце вот такого вот такие были автоматы были даже в один момент когда меня хода попросил второй раз перевязать руку у него все прилипло я говорю это в туалете водой отмочите чтобы оно отпало и я смогла перевязать вас он автомат оставил около меня и пошел в туалет и я просто смотрела а мне боевик говорит ты не умеешь стрелять я говорю нет моя ошибка говорю в том что когда-то в школе проходили мы военное дело я говорю наверное плохо училась и не могу но они не убрали ничего как стояло около меня хороше так и осталось он пришел сел рядом и тогда я перевязала много много рюкзаков я же говорю вода они когда доставали пили эту воду минеральную воду я просто на этикетке смотрела хотят Чечню освободить а почему-то вода из Назрани на этикетке синяя этикетка написана Назрани потом в один момент он даже мне ходом говорил вод говорит завтра прибудет вода из Назрани я опять думаю отчет Назрани почему мне откуда-то с другого места это я просто себе вопросы задавала просто удивительно было потом когда они просили президента Ингушетии я говорю интересно почему он президента Чечни просит зачем президент Ингушетии Лариса на твой взгляд ты ходила туда-сюда по школе ты передвигалась вот примерно сколько ты думаешь это было вот говоря 32 ты как думаешь больше меньше мне кажется даже когда следователь меня опрашивал я ему тоже сказала вот я лично думаю что я была больше потому что они контролировали всю территорию а школа она как-то п-образная и внизу почти что в каждом кабинете у окна или один или двое сидело когда взорвалась шахидка то вторая куда-то исчезла вторая больше не появилась а в классе этом на дверях вот когда шахидка взорвалась там была накрыта уже труп лежал и накрыли там занавеси всякими этим я просто побоялась посмотреть что там один или двое было я не знаю факт то что вторая шахидка больше не появилась после вот этого взрыва не появилась больше тебе кажется что больше мне кажется что больше а перед вот ты на третий на второй этаж когда поднялась вот вы посмотрели в окно ты увидела трупы а потом ты сразу спустилась по вот этой лестнице в центре которая сразу в спортзал выводит ты видела их в коридоре на втором этаже и на первом этаже они спокойны были или чувствовала что сейчас что-то произойдет через минуту нет они были спокойны они меня повели мы даже постояли в коридоре потом что-то я говорю а когда они подъедут что сказали сказали через пять минут их что-то нету ну иди говорит в зал как подъедут тебя позовут и я одна спустила он остался там я одна спустилась по лестницам по коридору прошлась в зал они говорили все спокойно никто даже не знал мне почему-то я это и следователю говорила что мне почему-то казалось что именно с приездом вот я следователю объясняла мне кажется что вместо МЧС тогда подъехали альфовцы и оттуда началась стрельба и штурм оттуда начался и следователь мне утверждал что это не так не знаю альфовцы выяснили а Лариса вот ты говорила высокий симпатический с длинными волосами ты потом потом среди мертвых его узнала и меня к трупам не приводили мне только фотографии показывали по ним я его не могу опознать я хочу спросить у Ларисы Лариса вот ты когда рассказывала сказала что поднялась детьми Аушева и вела Мамсурова и вела переговоры да? это в какой день было? это было 3 это было 3 числа 3 числа это было 3 числа я задаю этот вопрос это 2 раза было? я только их один раз поднимала может быть до меня их кто-то поднимал потому что я не знала что там учатся дети Мамсурова и это я потом слышала что вот детей Мамсурова искали вот кого-то еще Батагов кого-то искали потом Фраевых каких-то искали я не знаю я вот просто слышала такие фамилии но я не знала чьи там дети учатся читают я просто из безвыходности я уже не знала что делать и я тогда уже покажи мне этих детей и говорю Мамсурова я может быть через него как-то выйду на кого-то хоть на засох хоть на Путину объясню что происходит это было третьего числа это я не ошибаюсь я была первого я поэтому второго я была третьего числа фамилию называете директора рядом с вами находилась или свободно находилась директора я лично приметила только второго ночи уже когда я оказалась рядом с ней до этого я как-то и не наблюдала за ней и не как сказать я видела что она ходила ее вызывали куда-то она куда-то ходила приходит но я не наблюдала за ней вот один момент я помню что она встала и сказала если вы помните кто там был мне стыдно за вас можете чуть-чуть помолчать мол утихомириться чуть-чуть мне стыдно за вас вот было такое было и от другого я я не наблюдала за ней и когда Аушев пришел о чем директор вынесли я даже не знала что директор выходила и разговаривала это она мне когда ночью я около нее легла она мне говорит Лариса ты знаешь я с Аушевым разговаривала он так внимательно меня выслушал и так он такой такой воспитанный такой внимательно меня послушал я ему объяснила положение детей в зале вот это она мне сказала больше я не видела как она выходила даже не заметила Громче когда в зале взрыв произошли ты пришла в себя ты видела что там был пожар вообще ты этот пожар видела нет когда я пришла в себя я не могла понять что произошло я так чуть подняла голову весь зал лежал он перевернут вот такой где кучами где как но пожара в зале не было я единственное повернулась назад и видела как фронтон горит на втором этаже я думала что это идет школа в ту сторону и второй этаж горит но это был фронтон конца спортзала в общем потолка не было но пожара тоже не было когда мне говорят что сгорело сгорело все тогда когда крыша свалилась мне все доказывали я говорила что я смотрела на небо видно было небо крыши уже не было но в зале пожара не было я свободно ходила по залу искала сына я видела оторванные руки оторванные ноги я видела труп скорее всего это была женщина когда как будто топором пояснице поясница вот так разошлась вместе с ягодицами я видела такой труп совершенно голый вот это все от разрыва вот от волны вот так разорвало все есть вопросы еще по тебе кулаев у вас есть вопросы я помню когда я тебя видела когда ты двое ранение перевязку сделала но я в сале я вообще не был а я там с сыном сидел ты там видел я в столовой сидел потом я вышел оттуда перевязку сделала когда этот взрыв был меня тоже выбросили футболка у меня плечик был ранен левый громче кулоев когда тебя видел я в столовой когда сидел ты там с сыном сидел рядом ранен двух боевиков перевязки сделал потом я оттуда вышел хотел когда спорили подойти к ним ты там сидел в то время там взрыв был шахит или это взорвало в то время меня тоже выбросили мне плечо было ранено футболка порвана я там видел тебя я сразу фотографии показывали я сразу узнал тебя стол спортзал я не не было значит я ошиблась у меня белый футболк и белый трикол был спортзал тогда я значит ошиблась просто был похожий на тебя не тогда ты там с ним разговар полковник подошел туда тебе записку тогда тебя вывели оттуда то время я сидел и смотрел тебя с сыном ты когда сидел там рядом ты оставил сына и сам ушел оттуда оттуда можно я еще вопрос выгод такое просто и к нему ищи а вот когда она в сумке ковырялась и сказала что он там и тогда не он был я наверное ошибалась потому что до этого у него до сих пор у него маска была а остальное вот кулаев вот это не помните ну не помню может там другое видели я не помню я там в спортзале я вообще не сидел я там когда эта женщина взорвалась потом тебя вывели там вы там лежали боевики там говорили сперва штурм начал потом они говорили короче полковник кого-то взорвала женщину вопрос какой у вас кулаев нет может у адвоката нет у меня вопрос Лариса Затеевна на ваш взгляд вообще было ли желание 3 сентября у боевиков взорвать школу или взорвать заложников начать стрелять заложников не было по-моему все-таки ваше мнение что это все могло спровоцировать почему это началось мне лично кажется что вот все началось с того когда подъехала МЧС забирать трупы все началось оттуда потому что я боковым зрением видела что что-то в коридоре произошло там они засуетили забегали кто-то вот забежал даже в зал кто-то вот бежал вот что-то что-то все-таки в коридоре боевики засуетились да именно боевики и мне почему-то кажется что это все произошло когда подъехали МЧС забирать трупы я даже тогда говорила что следовательно я говорю по-моему это приехали не МЧС а спецназовцы и штурм начали оттуда стали отстреливать те которые в коридоре в руках и они скажите в столовой вы какой день находились в столовой я третий день когда меня послали за бутылками за ведра это было на третий день это было на третий день вот вы говорите что в столовой вы въедели боевиков три или четыре человека которые стреляли и стреляли вот именно в тот момент они просто сидели а так вот отстрелив то они постоянно стрельбу не вели они вот именно по движущимся какие-то что-то двигается они начинали стрелять мне часто вот из тяжелого этого когда стреляли вот по коридору когда прохожу меня всегда предупреждали доктор закройте уши что я буду стрелять и я затыкала уши вот тяжелым чем-то тогда стреляли а из автомата постоянно какая-то стрельба шла скажите вы что-нибудь слышали от боевиков откуда это оружие почему у них столько оружия ничего не слышала не было никаких я не слышала хорошо присаживайтесь скажите пожалуйста вот в столовой у всех четверых оружие было да а что там делать без оружия просто так нет вопросов ну я так вот прям конкретно что и того они все стреляли они все с оружием ходили вы видели боевика который ходил бы без оружия с лыжами или еще с чем-нибудь там с костылем ходил да или с указкой учительской или с дубинкой не видела у всех было оружие да у всех было оружие присаживайтесь я лично у всех видела так давайте определимся как мы продолжим или небольшой перерыв опять давайте сделаем небольшой на полчаса да на полчаса перерыв да да Спасибо. Спасибо. Имя отчество. Что с вами? Зимфира Майрамовна. Чего? Зимфира Майрамовна. Год рождения. 64-10 октября. Место жительства. Город Беслан. Улица Плиева. 6, квартира 31. Место работы. Хлебокомбинат хлебопродуктов номер 1. Город Беслана. Зимфира Майрамовна. Суд предупреждает вас за дачу ложных показаний. И отказ от дачи показаний. Пожалуйста, распишитесь. Зимфира Майрамовна. Пожалуйста. Зимфира Майрамовна. Ранее вам доводилось встречаться где-либо с подсудимым? До теракта нет. До теракта нет. До теракта нет? А вот при совершении теракта вы его где-либо видели? В зале видела. Один раз. Ага. Значит, видели в зале. Это какого числа месяца года? Это, наверное, числа второго. Второго? Да, второго. Сентября? Ближе, да. Второго сентября, ближе к вечеру. 2004 года, да? Да. Скажите, кто из членов вашей семьи находился в заложниках? Я сама и мои два сына. И два сына. Назовите сыновей. Курусов Амиран Эдуардович. Амиран, да? Да, Амиран. Сколько ему лет? Какого года рождения? 93-го. Да. 90-й. В какой класс ходил? Пятый перешел. Вот на тот момент? Да, да. Пятый класс пошел. Пятый год. Первого сентября. Так. И второй кто? Игрусов Александр Эдуардович. Александр. Какого года рождения? 96-го. 96-го года рождения. Он был ученик какого класса? Перешел во второй класс. Во второй класс. Так. Расскажите, пожалуйста, вы туда пришли в связи с чем? В школу? Пришла со своими детьми. С детьми? Да. В момент нападения боевиков где вы находились? В здании школы? На улице? Нет. Я стояла на линейке возле класса младшего сына. Напротив, как объяснить, спиной к спортзалу я стояла. Спиной? Спортзалу. Спортзалу. Вот первый момент. Что вы увидели на падение? Кого увидели? Я увидела. 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 Линейка стояла, играла музыка. Очень громко играла музыка. Все, конечно, были счастливые, радостные. И когда к линейке подвели первые классы, у нас как линейка стоит, а потом уже выводят первые классы. А вывели их со школы? Со здания выводят, да. С основного здания школы выводят к линейке детей первые классы. И вот когда их вывели и построили, чтобы впустить уже в линейку вовнутрь, я же стояла спиной к спортзалу и мне вот это все обозрение я видела. И тогда забежали боевики. Куда забежали? Куда? Во двор школы. Так и говорили. Они забежали во двор школы, вот так окружили, я это все видела глазами, автоматы держали вверх и линейка замерла. Музыка играет, а линейка, ну, тишина, секунды какие-то, была тишина. Я первым долгом, когда вот это увидела, я пристепляю подумала, я говорю, наверное, какое-то представление устраивает. И когда они стали стрелять вверх, я уже поняла, что это не представление, это что-то уже, но все равно до конца я не могла верить, не может быть, что такое могло случиться. Вы сказали, окружили, они кого окружили? Линейку детей нас вросло, всех, да. Окружили линейку, всех, кто находился на линейке, да? Так, что-либо они вот свои действия сопровождали какими-то криками? Конечно, они стали кричать, да, загонять нас там, понимаете, у нас тупик такой получается тоже, легко было загнать. П-образная вот так школа наша, и спортзал прямо посередине, и линейка тоже вот так же П-образная. И вот загнали нас как баранов. Нет, подождите, ну вот что они говорили вам? Окружили, стреляли вверх. Стреляли вверх, да. Загоняли в спортзал, бегом, бегом, бежите. Значит, требовали бежать бегом в спортзал. Именно они говорили в спортзал бегите или как? Ну там, другое место, понимаете, как я же вам объясняю. Вот тупик, естественно, спортзал, и кто в спортзале, там дверь одна была только, узкая дверь, через нее они быстро не могли нас загнать. Тогда стали ломать внизу дети и взрослые окна в коридоре, а наверх они стреляли автоматами, разбивали окна. И тогда уже и дети, и взрослые, кто через эти окна запрыгивал в коридор школы, а кто проходил в дверь в спортзал, вот в эту узкую дверь. Я прошла тоже в эту дверь в спортзал со своим младшим. Старшего я уже не увидела, куда он делся, а вот со своим младшим сыном мы прошли в дверь в спортзал. Так, вот это какое время примерно, сколько времени было, когда вот это все началось? Вы знаете, вот они когда нас загоняли, ну минут 30, минут 30 это точно. Ну это длилось по времени. Длилось, да, длилось. Понятно, вот этот, так сказать, загон вас, заложников туда. А вот сколько времени было, вот когда они забежали в коры и окружили? Ой, ну я вот это точно не могу, ну наверное минут 15-20 десятого. Примерно 9-30, да? Да, 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 примерно, примерно. Ой, 9-15-20, да? Или 9-15 или 9-20, да? Да. Это случилось, понятно. Скажите, пожалуйста, вот вы видели, как они забегали во двор школы и окружали? Откуда они бежали? Вот откуда они взялись вообще? Вы видели? Господи, которых я видела, которые забежали, они забежали со стороны Коминтерна. Улица Коминтерна? Коминтерна, да. А вот там, туда, на улицу Коминтерна, они как прибыли? Это я не видела, потому что я в школу пришла, меня дети повели через черный ход. Там, как вам объяснить даже, есть такой проулок, ход черным, они его называют. И мы вот через этот прошли, это не со стороны Коминтерна, а со стороны вот другой улицы. Там детский сад, ручеек еще, вот через, да, вот через этот проход мы прошли, и поэтому я не видела там. Ясно. Да. Значит, где они находились на улице Коминтерна? Это я не видела. Не знаю. Понятно. Так, теперь поясните, пожалуйста, вот сколько на ваш взгляд было этих вот боевиков, которые там окружили эту линейку? Человек восемь, которых я видела, да, человек восемь. Восемь человек окружили. Как они были одеты? Все в камуфляжной форме и в масках. В масках и в камуфляжной форме. Какое было оружие у них? Автоматы у всех и полностью обмундирование вот эти. Вы что хотели сказать? Разгрузки? Ну вот, да, как оно называется, жилеты, и там вот полная... Что в жилетах вы видели у них было? Как они были оснащены жилетой? Там и гранаты были, естественно, все, все, что вот... У меня просто муж в казачестве служил, и я кое-что разбираюсь в оружии. И у него тоже был такой бронежилет, не бронежилет, а вот как они по-другому называются. И вот он ложился... Разгрузка? Да, да, да. Значит, были гранаты, патроны видели? Видела, да. Патроны, да? Гранаты, патроны. Так, ну, зашли вы с младшим сыном в зал, что... Да, когда вот вы заходили через дверь, в зале уже были боевики к моменту вашего прихода в зал? Были, потому что там был такой момент, я стояла прямо в стены, около дверей, и люди остановились, прохода больше не было, люди все стояли. И вот этот казик, кони, его тоже убили, он тоже как бы в проходе вот в дверь стоял. И тут боевик подходит и стал всех толкать, заходите, заходите, что вы стоите? Ну, как он толкал, вот расскажите. Прикладом автомата толкал, да. Вы же говорите, значит, прикладами автомата загоняли людей. Загонял, да. А этот казик, он ему кричит, нас, говорит, не пускают. Он говорит, кто вас не пускает, кто, проходите быстрее. А он говорит, ваши, ваши же нас не пускают. Он говорит, как наши. И тогда они раступились, люди наши, и он прошел. И тогда, смотрю, поток пошел. И когда мы в зал зашли, я считаю, первая зашла в зал, вот первым потоком, там внутри стояли боевики. Ну, сколько человек примерно? Сейчас я вам скажу, человек четверо, наверное, их было. Четыре человека, да, примерно? Четыре человека. Теперь поясните, пожалуйста, вы видели, как минировали зал? Да, видела. Кто это минировал? Боевики минировали, да. Боевики минировали. Привлекали заложников к минированию зала? Ну, как, где-то что-то поддержать. Ну, привлекали. Привлекали, да. Привлекали. Минировали зал. Вы видели вот эти самодельные взрывные устройства, которыми минировали зал? Все я видела. Видели. Расскажите, пожалуйста, как они вот располагались по залу? Во-первых, на кольцах, посередине, в середине кольца, по бокам. Это что за кольца? Это вот такие круглые, как вот. Баскетбольные. А, щиты баскетбольные, да. Щиты баскетбольные. И вот в щите взрывчатка, по бокам взрывчатка висела, потом от одного щита до другого протянули, и посередине еще взрывчатка. Она прям бедная до нас доходила. Потом вот эти огромные ящики тоже стояли там, в углу стоял. Извините, вот ящики сразу скажите, они были какие? Металлические, деревянные, какие? Вы знаете, они были обмотаны, потом скотчем, сверху скотчем, а внутри или бумага, или что-то такое, я не поняла. Даже вот эти тоже были обмотаны скотчем, круглые взрывчатки. Ясно. Ящики и, вот вы говорите, круглые, круглой формы, да? Круглой формы, да. Круглой формы взрывчатки. Вот как будто баклажку надули, вот такая форма она имела, такую форму имели. Вот извините, вот к этому вы говорите, как будто вы надули. Было похоже, что вот пластмассовые бутылки, вот мы, вы знаете, в какую воду наливают, что это вот такие бутылки пластмассовые? Может быть, потому что если такой формы есть, например, как вот эта взрывчатка, то может быть. Ну, трудно сказать, потому что, я же говорю, они были обмотаны скотчем полностью. Вы все три дня находились в спортзале? Да. Вы нашли второго сына? Я нашла его уже к вечеру, я там очень кричала долго, искала, но там такая суматоха, там многие искали детей, взрослых, потому что в разброс все зашли в зал. И долго искала, и меня все время боевики сажали, женщина в красном, садитесь, а то мы вас сейчас выведем. А я говорю, мне уже все равно, я своего сына не нахожу. И когда они уже поняли, что там все ищут, и детей, и взрослых, тогда один боевик сказал, говорит, напишите мне фамилии, имена, я буду сам отзывать, да. И тогда вот стали писать, и сам вот этот боевик, он стал уже ходить по залу и откликивать. Вот такой-то есть, есть. И тогда они разрешили перемещаться. И вот тогда, ближе к вечеру, я своего старшего сына нашла. Нашли. Да. Значит, все три дня вы находились вместе. Вместе. Расскажите, пожалуйста, вы видели Кулаева, вот вы сказали, что вы видели, что он делал в спортзале и в какой день? Ну, я его видела один раз, он сидел рядом, вот кто сидел вот на кнопке, вот он с ним рядом сидел. Так, сидел. Опишите, что было у него в руках, в какой он был одежде? У него в руках, так, пистолет, кроме пистолета ничего. Но он был в темной одежде, он был в темной одежде. В темной одежде. Маска была? Нет. Там в основном все без маски. А на голове шапочка какая-либо? Шапочки были, вот они как-то вот так закручивали их. У одних вот так глаза были прикрыты. У одних просто шапочка была. В основном, кто в зале находился из боевиков, они были без масок. Это у других боевиков. Вы знаете, у него не было шапки. Вот мы сейчас давайте за него. А потом, значит, был без маски, да? В темной одежде. А что это за одежда была? Вот эта темная, ну, вот костюм парадный. Брюки темные, брюки темные. Ну, я не знаю, я бы не сказала, что это спортивные тоже. Ну, темные брюки и темная вот такая кофточка. Вот, типа как вязаная, тоненькая вязаная вот с длинными рукавами. Ясно. Разгрузка была на нем? Нет. Разгрузки не было, да? Что он делал возле этого, да, с пистолетом вы сказали? Ну, он сидел просто, да. Я вот этот момент видела, он сидел потом. С пистолетом. Он просто сидел. Как долго он просидел с этим вот боевиком, который на кнопке? Вот это я вам тоже не могу сказать, потому что там такое состояние, что я не могла смотреть постоянно в этот угол. Понятно. Да. О других действиях его вы можете сказать? Что он еще делал там? Я так не могу сказать, но вот мой старший сын, когда вот первый процесс начался по телевидению, его стали показывать, и он мне сказал. Мама, я его узнала. Это кто? Называйте имя его. Этот. Урусов Амиран. Амиран. Он мне сказал. Мама, я, говорит, его запомнил. Он, говорит, сидел вот, как я сказала, кто на кнопке, и, говорит, он нас пускал за водой. Вот это мне мой старший сын сказал. За водой. Это в какой день? Ну, это, наверное, на второй день, скорее всего, я так думаю, потому что я его тоже заметила тогда. Ясно. Ваш сын сейчас где? Дома. Дома, да? Понятно. Что еще можете сказать о действиях Кулаева в зале в отношении заложников? Ничего не могу сказать. Вы находились три дня в зале. Видели, как на камеру снимали обстановку? Да. Видели, да? Кто снимал? Боевик. Какой? Ну, какой. Какой? Не знаете? Но не Кулаев? Нет, нет. Нас интересует Кулаев. А, нет. Не Кулаев, да? Снимал не Кулаев. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот это на второй день, вы говорите, ваш сын сказал, что он пропускал за водой. А было такое, что боевики перестали пускать за водой ходить или там по нужде? Было, было. Какой это день? Это было третьего утром. Вообще, второго вечера после Аушева, когда Аушев ушел, они стали уже совсем другие, стали уже злее. Я не знаю, но они очень изменились. И тогда они уже сказали, все, за водой мы пускать больше не будем. Но в туалет пока пускали. А вот третьего утром... Почему там постоянно кто-то мешает? Не, ну воду, они же заносили воду. Ну, чё? Я слушаю. Сюда. Понимаете, как они первого, когда нас догнали, они заносили воду и давали так вот. А вот я спросила вас, не за первое, а я вам задала вопрос. За второе. Было, что они перестали пускать заложников, попить воды или пойти в туалет. Вот это интересно. Было, было. Это уже после Аушева. Это какой день? Это второго вечера. Второго вечера. Значит, вот почему они так поступали, можете объяснить? Я не знаю. А они как-то объясняли вот это, почему они перестали давать воду? Как они это объясняли? Это я тоже не могу сказать, потому что, во-первых, я сидела в глубине, до меня вот эти разговоры не доходили. Вот они же общались между собой и ещё с заложниками разговаривали. И до нас вот это всё не доходило. Мы не слышали, в зале был шум. Но вот иногда цепочкой передавали, да, вот там-то вот это сказали, там-то то вот сказали. Скажите, вы видели, когда был убит Бетрозов? Я видела, когда его стали выносить. Значит, видела, когда труп Бетрозова, да? Да, да. А кто убил его? Я тоже не знаю. Не знаете. Где он был убит? Тоже не знаю. Но он в зале был убит или в другом помещении? Не знаю. Вот это я тоже не могу сказать, потому что, если бы в зале убили... В зале убили, конечно. В зале убили. Вот это я не видела, тоже не могу сказать. Ну вот выносили труп Бетрозова откуда? С конца зала. С конца зала. Да, да. Выносили боевики или заложники? По-моему, заложники. По-моему, да. А куда его вынесли потом? Ну, вынесли в коридор школы, а дальше... Скажите, выводили из зала... Вот ходили боевики, называли, допустим, мужчин, показывали пальцем. Выводили их куда-то из зала? Выводили. Большими группами? Нет. 8-10 человек выведут. Значит, мужчин по 8-10 человек выводили. Куда их выводили? Зачем? Ой, я не знаю. Я только запомнила, когда их второй раз вывели. Так, подождите. Куда вы водили, не знаете, да? Ну да, в школу, а куда именно, тоже я не знаю. Вывели 8 или 10 человек. Вы вернули в таком же количестве? Да, они вернулись в таком же количестве, но они были до того избитые, окровавленные. У одного даже вот так вылез глаз. Я его так хорошо запомнил. Он бедный сидит, вот это все стекает с него. И вот один мужчина, его жена сидела рядом с нами. И она ему кричит, иди, говорит, сюда, ползи, говорит, сюда, с нами будешь сидеть. И мы как-то, как-то раступились, место ему освободили. И вот он сел возле нас, а жена бедная спрашивает, ну что там, ну как там, ну скажи, нас отпустят. А он так бедный, так на него посмотрел и говорит, ничего хорошего нас не ждет. И больше он ничего не сказал. А потом их вывели, и он больше не зашел. Его второй раз вывели? Третий, это было уже на третий, да, третий раз. Значит, жене он сказал, что ничего хорошего не ждет, да? Да, ничего хорошего, говорит, нас не ждет. Скажите, вот когда выводили этих мужчин группами, были слышны автоматные очереди? Ой, стрельба постоянно шла, постоянно. Они нам еще и говорили, это ваши, они хотят штурмом взять, это ваши стреляют. А мы уже надеялись, что отпустят нас. Вам известно, понятно, вам известно о расстреле группы мужчин боевиками там в школе, в здании школы? Ну слухи шли, но мы все-таки надеялись. Но потом, когда уже на третий день их не было, мы уже поняли, что действительно их расстреляли. Скажите, кто-либо, вот кого вы знаете, кто выбрасывал эти, кого боевики заставили выбрасывать трупы через окно на улицу, во двор? Я тоже не знаю. Не знаете, да? Нет. Вам, вашим детям были причинены какие-либо повреждения в результате этого нападения, ранения? То есть вы получили? Я получила, старший сын получил, младший мой погиб, у меня на руках. Значит, давайте вот с вами вначале. Какие ранения у вас были? Осколочные в ногу, левую ногу и в левую руку. Левую ногу и в руку, да? Да. Так. Вы в больнице находились? Да. Как долго вы находились? 21 день. 21 день. Лечение проходило за счет средств ваших или это все оплачивалось? Если я сейчас что-то скажу опять. Когда нас привезли в электроциновскую больницу, нас привезли. Вообще кошмарная больница. И когда нас положили, то первую помощь нам оказали. Капельницы сделали, укол сделали. Потом приходит медсестра и говорит нам, так, покупайте системы, шприцы. Потому что, говорит, у нас этого нету. И запасайтесь. И мы стали тогда возмущаться, что это такое. Такое случилось, и вы вот это даже не приготовили. Но мы там вообще очень сильно возмущались. Ну, потом уже... Можете сказать, какие расходы вы понесли в связи с лечением? Вот сколько вы истратили? Уже никакие. Когда мы стали жаловаться, они уже все...